В эфире самая студенческая программа «Альма-Матер» и с вами мы, Паша Илларионов и Катя Балукова. Пока одни нежатся на каникулах, для других это лето проходит под девизом «учить, зубрить, на развлечения забить». Ну, в универ поступить? Да, у абитуриентов была жаркая пора и о поступлении мы обязательно сегодня поговорим. Оставайтесь с нами и в ближайшие 15 минут вы узнаете. На 100% отличники «Альма-Матер» познакомилась с абитуриентами, которые сумели таки набрать заветные 100 баллов на централизованном тестировании. Первое в уличных танцах. Горецкие фрики зажгли на славянском базаре. Убраться в шкафу за минуту? Откроем секреты в рубрике «Лайфхак». И пусть сейчас каникулы, но толпа абитуриентов возле вузов навели на меня тоску. Сразу вспомнили сессии, это же столько информации надо запомнить. И у абитуриентов, между прочим, даже шанса нет на пересдачу. Паш, вот скажи, как так нужно учить, чтобы все-все-все запомнить? Не понимаю. Это ты лучше спроси у тех, кто централизованное тестирование сдал на 100 баллов. А где их найти? А вот наш корреспондент Миша Серков таких нашел. Как сдать предмет на максимальный балл? Отличники поделились секретами. Уникумы, счастливчики, светлые головы. Так называют ребят, которые сдали централизованное тестирование на максимальное количество баллов. И первым, с кем я хочу вас познакомить, это Роман Решетников. Рома – настоящий вундеркинд, ведь он сдал сразу два предмета на 100 баллов. Могилевчанин Роман Решетников. Один из 11 абитуриентов в стране, кому дважды удалось набрать максимальные 100 баллов на централизованном тестировании. Заветные две сотни Рома получил по русскому языку и биологии. Парень окончил школу с золотой медалью. Потому и поступать решил на одной из самых популярных специальностей – стоматолога. В Белорусский государственный медицинский университет. Чтобы попасть на бюджет, нужны были как минимум 373 проходных балла. Потому серьезно готовиться начал еще до тестирования. Первым шагом, первой ступенькой стал аттестат. То есть нужно было прилежно учиться в школе, получить высокие оценки. Потому что, чтобы поступить на стоматологический факультет, нужно бороться за каждый балл. К тестированию Рома готовился сам – по школьным учебникам и обычным решебникам. Рома говорит, какого-то особого секрета у него нет. Просто он не зубрит, а старается понимать, о чем читает. Да, но ведь многое – цифры, например, или исключения нужно именно запоминать. Для этого он ведет конспект, причем особым способом, чтобы срабатывала визуальная память. Другим абитуриентам Рома советует уделять каждому предмету не больше часа в день. И не зубрить до потери пульса, иначе в голове будет каша. Теперь моя мечта исполнилась. Я поступил на стоматологический факультет. И, надеюсь, в скорости я смогу получить эту профессию и улыбаться не только сам, но и дарить улыбки другим людям. Лена Адеянова тоже окончила школу золотой медалью. Правда, до максимального результата по истории Беларуси и не хватило всего 9 баллов. Но и набранный 91 помог девушке поступить на фокусе иностранных языков в МГУ имени Кулешова. У меня всегда были хорошие оценки по истории 9-10. У меня хорошая база была, и поэтому в 11-м классе мне осталось лишь повторить все, что мы проходили ранее. Через месяц исполнится мечта могилевских отличников. Ребята получат студенческие билеты и станут еще на шаг ближе к выбранной профессии. Паш, а я заметила, что люди, которые знают иностранный язык, постоянно пытаются ненавязчиво это показать. Ну, ты меня understand. Ха, не умничай. А лучше попробуй ответить на наш новый контрольный вопрос. Yes, of course, my dear friend. Ага, Лондон is the capital Great Britain. Of Great Britain. Сегодня для Alma Mater мы попытаемся узнать, почему же толстеет земля и кто в этом виноват. Давайте разбираться. Знаете, что каждый день земля прибавляет в весе на 400 тонн. Как думаете, откуда? Не знаю. Ну, порассуждайте. Ну, мусор, если только мусор, может, вода. Потому что гладиолус. На 400 тонн прибавляет. Наверное, увеличивается количество людей на планете Земля. Нам пока считать. То есть понятие. За счет водоворота воды в природе. Ага. Может быть, еще какие-то? Вещение тектонических мусор. Люди рождаются. Ага. Много чего нового строится. Наверное, может, дождя какого-нибудь. Мусор. Мусор. Люди мусорят и... Да. Ну, рождаемость поднимается. Может, дождь льет, я не знаю. А вот это что вы видите? Много города расстраивают. Люди. Мусор. Чего? Метеориты падают. Возможно, отходы, я не знаю. Космическая пыль. Молодец. Молодец. А ты кощу? Так же. Мусор. Мусор. А я-то думала, Земля становится тяжелее, потому что население планеты растет, а тут пыль. Это тебе только кажется, что пыль ерунда. Зашел я как-то к своему соседу в гости. Так у него этой пыли просто залежи. Там полки скоро обвалятся. Не то, что планета потяжелеет. Да уж, теперь можно сказать, чистота спасет мир. Или мымор. Правильных ответов было немного. И, конечно, мусор тяжелее планету не сделают, но сделают ее неузнаваемо грязной. А в следующий раз Альмаматор подготовит для вас новый каверзный вопрос. А с вами была Веста Смирнова, специально для Альмаматора. Ну, Веста, на этот раз ты и вопросик нам задала. Мы чуть голову не сломали. А вот герои нашего следующего сюжета космической пыли не боятся. И пусть говорят, что для уличных танцоров сцена не нужна, но горицкие студенты своим талантом пробили себе путь на одну из самых престижных сцен страны. Танцевальный коллектив «Фрики Экшн», состоящий из студентов Горецкой сельскохозяйственной академии, покорил жюри на фестивале искусств «Славянский базар Витебске». Альмаматор узнала, как это было. Группа «Фрики Экшн» — это студенты Белорусской сельскохозяйственной академии. После фееричного выступления почти все разъехались на каникулы. Нам все же удалось встретиться с двумя ребятами из коллектива. Влад Михалюк и Паша Муцулевич поделились впечатлениями от выступлений на «Славянском базаре» и рассказали, что означает смелое название «Фрики Экшн». «Фрики Экшн» с английского можно переводить «Чумовое движение», «Бешеное», «Крейзи» и все такое. В этом плане много названий нам дают. Смешедшие танцоры. Да, смешедшие танцоры. Чумовые студенты-танцоры покорили жюри и зрителей своим танцем под названием «Окей». В итоге первое место в номинации «Стрит-дэнс» молодежного фестиваля «Огонь танца» на «Славянском базаре» в Витебске. Туда ехали, мы не надеялись на первое место, хотя бы, ну, мечтали попасть в «Тройку». Цель была в «Тройку» попасть. Цель в «Тройку» попасть, но куда нам объявили, мы там просто в шок, просто вообще шок, шок, шок. Приятно. Вот. Могилевскую область на дне молодежи в Витебске представляла сотня человек. Это победители региональных туров, конкурсов «Огонь танца», «Битва диджеев», «Властелин села», «Могилевская межгалактическая лиги КВН», креативная, творческая молодежь, представители молодежных субкультур и экстремальных видов спорта. Парад был, митинг был очень большой, очень веселый, там все, там, люди повылазили с окон, повыходили с работ, позакрывали ларьки, магазины, все, там смотрели, там такой, ну, движуха там была такая, хорошая. Главное направление фрики-экшен – уличный танец. Это и хип-хоп, и брейк-данс, хаос, поппинг и локинг. У вас поначалу сразу все получалось? Нет, конечно, конечно, неудачи были, и в коллективе ссоры были, правда? Да, там ссор было, без этого никак, как бы, но мы преодолели все, собрались, стиснули зубы, ну, и добились какого-то успеха. Руководитель коллектива – горецкий хореограф Яна Давыдович. Она в свое время заметила и собрала талантливых студентов. Сейчас в группе семь человек, но желающих попасть в коллектив много, поэтому фрики-экшен планирует собрать еще один состав чумовых танцоров. Ежедневно тренироваться и не сдаваться, даже если поначалу ничего не получается. В этом секрет успеха танцоров из фрики-экшен. Ребята уже готовятся к новому танцевальному конкурсу, который пройдет в сентябре в Минске. И мы будем держать за них кулачки. Тем временем Альма Матер провела новый эксперимент. На этот раз мы решили узнать, как выбрать самый популярный студенческий напиток. Вот, Катя, подскажи мне, какой у тебя самый популярный напиток? Ну, у меня это, конечно, кофе. Без него вообще сосредоточиться не могу, как в этих рекламах. Только в почуе формат кофе, Катя стоит в постели и собирается на пары. Вот как раз эту чудодейственную силу аромата мы и проверим. За что мы любим кофе? Конечно же, за его вкус, но в первую очередь за аромат. И сейчас мы проведем эксперимент и узнаем, какой же кофе ароматнее. Растворимый, молотый или зерновой? А помогут нам в этом студенты Могилевского университета продовольствия. Студенты уверены, выбирать кофе надо по аромату. Мол, самый натуральный и зерновой, он же самый ароматный. А вот скептики уверяют, при выборе кофе нос не помощник. Ведь и в дешевые растворимые нынче добавляют ароматизаторы. Так можно ли выбрать хороший кофе, опираясь только на свое обоняние? Для эксперимента мы подготовили три образца. Растворимый под номером 1, молотый номер 2 и зерновой образец под номером 3. Образец номер 2. Более насыщенный вкус, более насыщенный аромат. Я бы хотела его попробовать. Более не понравился образец номер 3. Не понравился? Не понравился образец номер 3. Я бы такой кофе пить не стала. Ярче вкус, образца номер 2, мое мнение. Остальные менее вкусные, менее приятные. Первый был очень приятный. Даже захотелось чашечку кофе выпить. Второй, третий так, менее, менее. Более сильный и крепкий аромат под номером 2 образец. Первый на втором месте и третий уступает, конечно, третий аромат. Он более такой слабый, конечно, пила бы, наверное, первый или второй. Эксперимент показал, большинство студентов проголосовали за аромат под номером 1, за которым скрывался дешевый растворимый кофе. Аромат дорогого зернового, как ни странно, почти никто не оценил по достоинству. Я своим результатом осталась довольна, потому что я не пью зерновой кофе. В общем-то, пил больше растворимый, поэтому более, наверное, узнаваемый для меня. Я работаю барменом, и кофе в зернах обычно пахнет выраженнее, чем кофе молотый. Поэтому в этом плане я была удивлена, конечно. Владелец кофейни Максим Кондратенко объясняет, аромат зернового кофе раскрывается только при разломе зерна. Просто взять каждое зернышко, разломать его и поднести к носу. Если вы чувствуете богатый аромат кофе, чем он ярче, тем значит зерно свежее, и вы дома, даже в домашних условиях, получите максимально насыщенный аромат и вкус. Отправляясь за самым популярным студенческим напитком, помните, ароматы могут и запутать. Лучше внимательно читайте состав. И приятного кофепития! Пожнаешь, теперь я буду быстрее наводить порядок в шкафу? Неужели будешь меньше танцевать перед зеркалом? Нет, теперь я просто знаю несколько хитростей, как, например, быстрее сложить одежду в шкаф. И как? Все секреты в новом выпуске нашей рубрики «Лайфхак». Помните, в прошлой программе я обещала вам рассказать, как быстро убраться в шкафу? Ну, например, сколько времени вам нужно, чтобы сложить майку? Минута? Ну ладно, полминуты. А я могу это сделать за две секунды? Не верите? Смотрите внимательно. Чтобы сложить майку, нам нужно на глаз провести линию вдоль рукава, а затем визуально разделить ее на несколько равных частей, обозначим их точками А, Б и В. Берем майку в точки А и В и складываем, выворачивая наружу точку В. Еще одно легкое движение, и наша майка сложена. А чтобы быстро повесить майки в шкаф, сначала нужно надеть их на руку, а потом просто продеть в них вешалку. А вот если вам нужно сложить рубашку, то здесь поможет обычный журнал. Кладем его на рубашку и начинаем делать конвертик. Достаем журнал и еще раз складываем рубашку. Готово! Знаете, как говорят, чтобы навести порядок во всем мире, сначала нужно прибраться в своем шкафу. С него я и начала. Посмотрим, упорядочит ли мир вокруг меня. Советую и вам. Кстати, я все еще жду ваших идей. Их присылайте в нашу группу ВКонтакте. Наверное, нужно было делать дождевик. На этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Встретимся ровно через две недели. На «Беларусь-2». Пока-пока. Пойдем ты мне еще раз покажешь, как ты там вещи складываешь. Ага, сейчас буду эти виды шкафы убирать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!